Здравствуйте мои дорогие друзья и сегодня с вами я Лёва Иванов и мой канал. Обо всем понемножку. Сегодня я вам расскажу, как идет жизнь в нашем поместье, какая погода, сколько козлят у нас появилось, как живут козочки, как они себя чувствуют. Сегодня на дворе 15 марта 2022 года. Что мы имеем по погоде? Много снегу выпало этой зимой, снег таять не собирается, днем стоят легкие морозы, ночью заморозки, весны. До весны еще очень долго, если верить прогнозам погоды. Наши 6 взрослых козочек принесли нам потомство. 15 козлят, с одним мы уже расстались, благополучно подарили его, отдали в добрые руки. Вот остальные у нас находятся под козами. Мы не отлучали. Подкармливаем одного козленочка, который плохо развивается. Вот что по кормам. Даем мы утром сено полные кормушки и вечером тоже полные кормушки сена у нас присутствуют. В обед наши козочки кушают сочные корма. Это тыкву и зерно. На всех 6 взрослых животных я нарезаю 12 литровое ведро тыквы и делю. А также по пол стандартного ковшечка зерна. Ну, фураж в нашем случае это ячмень. Козочки после окота получают вот такой рацион. Молока в принципе хватает, хотя есть и 3 тройни, вот, и 2 двойни, вернее 3 двойни. Вот так вот, мои дорогие друзья, у нас обстоят дела. В целом козлятки развиваются хорошо, уже интересуются водой, интересуются овощами, жуют сено. Те, которые постарше, что им попадает в желудок, я не знаю. Но тыква у нас скоро закончится, где-то еще дней на 5-6 у нас тыквы. Будем рубить мелко свеклу, так как козлята уже заглядывают в ведерки, что-то там ковыряются, когда взрослые животные едят. Поэтому, чтобы не подавились, буду измельчать специальной тяпочкой, которую у меня есть для измельчения овощей в корыте свеклу. Свекла, как и тыква, подойдет любая. Мы практиковали как кормовую, как сахарную, так и обычную столовую. Обычная столовая свекла у нас хорошо растет в огороде. Сегодня мы применяем свеклу сорта египетская, она так и называется. У нас в Саратовском регионе последнее время летом стоят сильная засуха и жара. И поэтому вот эта свекла египетская лучше всего у нас возревает, и мы даем столовую. Как едим сами, так и козочкам даем. Так что, что у вас лучше растет на вашем огородике, то сажайте и давайте своим взрослым животным. Сочные корма после окота плюс фураж необходимы для того, чтобы козы давали молоко своим козлятам, чтобы вам не приходилось кого-то подкармливать. У нас вот даже первокотки, вот пантера стоит, у нее два козленочка, вот они рядышком с ней кормят самостоятельно на их. И также пеструша, вот пеструша. Пеструша, у пеструши тоже двойня. Вот прекрасные здоровые козлята, молока у нее на них хватает. Им уже скоро месяц, первый окот у нас прошел 18 февраля, потом через день или на следующий день стали появляться и у других козочек козлят. И вот мы сейчас имеем вот уже таких взрослых и веселых козлят. По воде, что я хочу сказать, воды надо давать, чем больше, тем лучше, воду не жалеть, воду надо давать теплую, чтобы козы попили. Холодной водой они тоже будут интересоваться, но столько не выпив, сколько теплой. Какова должна быть температура воды? Ну мы практикуем температуру воды где-то градус 18, это комнатная температура. И соответственно поем. Поем утром и вечером. Утром поем после того, как поели сено и вечером тоже после того, как поели сено. По козлику. Козлик у нас получает только сено. Сочный корма он у нас не получает. Он достаточно жирненький, упитанный, ему хватает и одного сена. Держим мы его по-прежнему отдельно. Почему не выпускаем козам? Козы после окота, если хорошо их кормить и ухаживать, бывает снова поднимаются для агула. И это нежелательно. Чем нежелательно? Во-первых, бывают случаи, когда коза бросает кормить своих козлят. Это раз. А во-вторых, у вас будет еще одно дополнительное потомство. Зачем это нужно? Вот в нашем случае, в нашем хозяйстве мы козлика держим отдельно. Он сидит в клеточке и радуется тому, что мы ему даем. Вот так, мои дорогие друзья, обстоят у нас дела. Когда козлята растут, есть уже у нас заказы на покупку живых козлят, будем их продавать, как они начнут самостоятельно кушать сено, овощи и пить воду. То есть, станут абсолютно взрослыми и самостоятельными. Когда козлята начинают самостоятельно питаться, на ночь их можно и нужно отсаживать, для того, чтобы утром проводить укос утреннюю дойку. В течение дня то, что будет у мамочек, они пососут молочко, поедят сено, поедят овощей, будут сыты и довольны, а вы будете с молочком. Утренняя дойка будет у вас и все будет хорошо. Но пока козлята активно не питаются овощами и сеном, мы утреннюю дойку не практикуем, ждем, когда наступит вот этот вот долгожданный момент. Ну что я хочу сказать, потому как развиваются козлята под козой, они получают материнское молоко, кушая дополнительно свежее сено, овощи, которые предлагаются взрослым животным. Они всему этому быстро учатся и быстро прогрессируют в своем росте. Ну вот посмотрите, вот месячный козленок, по сравнению с козочкой, достаточно крупный, уже появились у него рожки, зубы у козлят уже бывают при рождении. Вот так вот, мои дорогие друзья. В целом, что хочу сказать по тому, как проходит здоровье у козочек после окотов. Я не ветеринарный врач, у меня нет такого образования, но много вопросов мне задают по кровяным выделениям. У меня на канале есть видео, посвященное этому вопросу, но все-таки, даже посмотрев его, люди все равно продолжают задавать мне вопросы и очень переживают по этому поводу. Кровяные выделения, речь идет только о кровяных выделениях после родов, могут у разных животных и в разное время идти до месяца. Вот так, мои дорогие друзья. Это нормальное, абсолютное явление. У козочки очищается организм, если выделения идут, речь идет именно о кровяных выделениях, не о кровотечении, а о кровяных выделениях. Если выделения идут, и ваша козочка хорошо кушает, у нее хороший аппетит, хорошее веселое настроение, хорошо она пьет водичку, то, мои дорогие друзья, печалиться незачем. Год от года кровяные выделения даже у одной и той же козы, бывает, идут по-разному. Ну вот, например, в этом году обильные выделения были у Нюши, вот, вот так вот. А все остальные козочки как-то с этим прошли более-менее благополучно. Сильных выделений ни у кого не было. Ну, 2-3 дня и все прекратилось. Ну, так что вот так, мои дорогие друзья. В целом, весна затягивается. Чем это чревато. Будут кончаться овощи у нас. Вот. Не знаю, как мы до первой травы доживем. Вот, с овощами. Но зерна у нас достаточное количество. Если овощи закончатся, будем прибавлять, компенсировать этот недостаток сочных кормов фуражом. Будем продолжать давать сено и теплую воду. Вот так вот, мои дорогие друзья. Мы действуем. Вот. Я рассказываю лично свой опыт. Ни к чему не призываю. Просто делюсь с вами информацией. Вы можете пойти своим путем. Вот. Выбрать что-то для себя подходящее. А также концентрироваться на своем личном опыте. Какое у вас есть в хозяйстве. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. До новых встреч. Мира вам и удачи. С вами был ваш Лев Иванов.